Всем привет из Иверят! Давайте посмотрим, что мы тут настроили за последние дни, недели. Даже не могу сказать, сколько примерно прошло времени от последнего момента, когда здесь что-то снималось. Вот такое у нас сооружение. С железом я пока не перекрываю, потому что нужно подшить фронтоны. Большая очень парусность у такой крыши. Поэтому пока фронтоны не зашью, крыши не будет. Надо торопиться. Пойдем посмотрим. На входе поставил вот такую дверь. Она у меня лежала на улице. Отдали мне ее. Железная хорошая дверь. Вчера ее зашгурили, покрасили. Вот такая вот красота получается. Еще здесь вторая есть дверь. Это получается вход в мастерскую. Это вход на склад. Она, к сожалению, не подходит по размерам, по ширине. Я немножко прогадал. Вот она у меня будет там. Видите, две трубы я ничего не покрашу. Ее нужно чуть-чуть обрезать и приварить. Пока лежит на улице, пока началось, что сделать крышу гораздо важнее. Что же было еще сделано? Были приварены укосины. Смотрите, здесь укосины стоят. Вот тут стоят укосины у нас. Здесь, 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 и вот здесь стоят укосины. Теперь у нас очень жесткая получилась конструкция. Нигде ничего не болтается, не шатается. Все хорошо, все замечательно. Трубы покрашены грунт-эмалью такой коричневым цветом, темно-коричневым. Сейчас вот у меня пиломатериал приготовлен. Сейчас про него расскажу чуть позже, чем я буду с ним заниматься. Конечно, знаете, в возне очень много с такой доской. Доска, да, была дешевая, да, купил я ее много, но это не кондиция. Приходится снимать кору, она уже где-то местами даже подгнила. Очень-очень много на это тратится времени. Ну, давайте посмотрим, что же у нас еще наверху. Вот такая лесенка. Сейчас поднимемся и посмотрим. Находимся наверху. Такой шикарный вид открывается на наш участок. Здесь венюшни, дом, нива, забор, и тут уже соседний дом. Теперь вопрос к знатокам. Смотрите, нахожусь на чердаке, получается. Здесь лежит вот такая доска, про которую я говорил, не кондиция. Вот, 6-метровая она, здесь уже обрезалась. Вопрос, значит, следующее. Здесь вот эти обрезки, да, мелкие зелы. Сколько понадобилось времени, чтобы зашить вот эту большую часть, я постараюсь вам ее вот так вот показать, да, и сколько времени понадобилось зашить вот эту маленькую часть. Как вы считаете? Теперь давайте мы посмотрим на конструкцию крыш. Стропила у нас 150-е, шаг 58 сантиметров сделан на случай, вдруг, если где-то что-то понадобится утеплять. здесь у меня конек. Постараюсь его как-то показать, не знаю, насколько это видно. Брус. Где-то через 2,5 метра сделан 4 бруса. Здесь брус и здесь. Посередине я все-таки решил добавить еще один конек поставить. Для чего? Ну, чтобы спалось мне спокойнее. Вот для этого я это все сделаю. Хотя, может быть, и не надо было. обрешетка через 350 сантиметров по центрам. 350 миллиметров, 35 сантиметров. Поговорился. Ну, вот здесь вот такая красота получается. Здесь немножко осталось еще подшить бумовочек. А сейчас у меня стоит задача обшивать фронтоны. и вот эту переднюю стенку получается. Давайте мы сейчас еще выйдем, посмотрим, как это все дело выглядит. с улицы, снаружи. Вот мы находимся с уличной стороны с улицы. Так здесь выглядит крыша. Она чуть-чуть выходит за забор для того, чтобы влага сюда, вся вода стекала. Здесь она никому не помешает. Здесь значит, стропила у меня соединяется с половой доской. Ну, с чердачной так ее назовем. угол, спила. Смотрите, тут уже не показать крыша. А вот сбоку можно посмотреть. Вот так это выглядит. Запил. А здесь я еще поставил дополнительные распорки для того, чтобы вот эта доска, она где-то порядка 80 сантиметров, ну, чтобы здесь усилить, потому что здесь максимальная будет нагрузка снеговая, и чтобы ничего никуда мне не ушло, не выдавило, не расперло, я еще здесь сделал такие распорочки. У меня много всякой доски некондиции. Из этого барахла собираю конфетку. Что значит доска некондиции? Когда строился дом, строители мне говорили, Сергей, ну, не так, конечно, немножко по-другому, ты что этот хлам собираешь, это дрова. Вот эти дрова пролежали два года, сейчас я потихонечку эти вот эти дрова, тут, узнаю, куб доски или сколько куб у нас в регионе, кстати, куб доски сейчас стоит 8000 рублей. Я из этих досок потихонечку выбираю, здесь у меня много хлама было, выбираю и максимально использую при строительстве каких-либо объектов. Сейчас еще покажу дюймовку. Дюймовка это тоже полный трэш, повторяюсь, что покупал я где-то в районе 2-3 тысячи за куб, это очень дешево, прям очень дешево, но это не кондиция. Вот видите, вот с корой попадаются, гнивые всякие попадаются, ее приходится шкурить каждую дощечку, абсолютно каждую дощечку. Посмотрите, что-то шкурится, все это сжигается потом, шкурю я все это дело и уношу туда, выбираю, выпиливаю, вырезаю, тратится на это очень много времени, ну, зато это бешу. здесь вот тоже я выбирал всякие прокладки, у меня были, доска, которая более-менее куда-то еще применима, на подшиву, может быть, идет или еще куда-нибудь. Вот это так потолок выглядит сейчас. Он, конечно, будет еще подшиваться, здесь даже не видно, что так, какая доска, какой длины, но видно, что это вот прямо вот такая вот некондиция, видите, кору все счищал, все выбирал. Также я еще сделал распорки внизу. Длина здесь так, по-моему, 5 метров, что ли. Здесь у меня есть брус, вот обвязано все брусом, и посередине я еще сделал распорки, тоже, чтобы максимально, если я буду грузить крышу, чтобы у меня ничего доски нигде не прогнул. Вот такие стоят распорочки. Они, конечно, по ширине чуть больше получились. Постараюсь показать у вас, смотрите, придется их снимать, как-то срезать рубанком, я не знаю, как я это буду делать. Ну, сейчас это не первая очередная задача, когда-нибудь я дойду до этого, обязательно сделаю. Все трубы полностью у меня прикручены, приварены. Вот пластины такие, видите, здесь пластины, там пластины. Все жестко, прямо очень жестко получилась конструкция. Уголки максимально тоже использовал. Постараюсь показать уголок, все везде на уголках. даже вот там, смотрите, очень темно, конечно, вот видите, там тоже уголки. Везде на уголках, чтобы максимально все это было прямо жестко. Вот это фронтальная часть крыши, или как она называется, здесь пластины сделаны, там все на уголках, все везде мощно, мощно, мощно. конечно, осталось немножко работы сделать полкрыши, по обрешетке. Я хочу сразу здесь сделать подшиву, не подшиву, как бы, ну да, планка получается ветровая. Здесь хочу планку эту ветровую сделать со всех сторон. Все, везде доски добавить, подшить с той стороны, с этой стороны, там у меня получается будет дверца такая небольшая, с этой стороны подшивать буду, а потом уже только буду заниматься с железом. Рассматривал я различные варианты на тему того, как красивее и практичнее использовать доску. Я сначала хотел елочкой вот так делать, чик-чик-чик-чик, но здесь пролет больше 6 метров и что, как-то некрасиво будет смотреться. В общем, принято сейчас мною решение, что я буду зашивать доской вот так вот, вертикально. Вверху я сделаю друг друга, плотную. В любом случае, там, конечно, высохнет доска и будут щели, но это не критично для меня. Почему? Потому что это чердак и наоборот хорошо, что он продувается чуть-чуть. А внизу я хотел тоже опять же делать елочки вот так, но опять сегодня думал и передумал и решил, что я здесь сделаю доску, три доски, допустим, может быть, две, она посчитать как-то удобнее, как лучше и буду зашивать. Вот, смотрите, примерно вот как-то вот так вот я сегодня выкладывал, посмотрел, как визуально это будет смотреться. Ну, я не знаю, пока не очень красиво смотрите. Ну, как бы смысл вот такой. То есть, еще одну доску. Даже если она сохнется, уже будет как бы не критично для меня. В общем, работы очень много, потому что делаешь для себя, стараешься максимально много, максимально качественно и материал такой, ну, я бы сказал, даже не на троечку, не самый лучший. Не самый, не самый. Вообще не самый. Но зато все уйдет в дело, все будет полностью использоваться. Где-то какие-то части на дровах, где-то какие-то части в стройку уйдут. то есть, процентов 90 уйдет все в стройку. Доска лежит долго, доска портится, она максимально много и быстро ее эксплуатировать в этом году. Если что-то останется, буду поднимать вот туда вот, на черночок. Ну, пожалуй, вроде бы все рассказал, ничего не забыл. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно постараюсь вам ответить. Прошу прощения, то, что сейчас очень мало видео, так как у меня нету экшн-камеры, сдал ее в ремонт-ремонт дорогой и нецелесообразно ремонтировать. Сейчас рассматриваю вариант покупки новой. Конечно, не хотелось бы тратить деньги на покупку новой камеры, ну, куда деваться. Куда деваться, все-таки придется потратиться. Хотя, лето, видите, тоже надо и комбикорма покупать, и стройка, стройка, много обложений, много денег надо. Ничего страшного. Как-нибудь прорвемся, все будет хорошо. Все, дорогие мои, скоро появится новая экшн-камера, скоро буду продолжать также баловать, вас радовать различными сюжетами на различные темы. А сегодня я буду с вами прощаться, хотел еще поработать, пока погода позволяет. Девочки у меня уехали в Вежевск в зоопарк, еще кое-куда-то хотелось ходить погулять, а я вот один тут остался на 2, где-то 2-3 дня. У меня есть свободного времени, чтобы и отдохнуть, и поработать, и все сразу успеть. Все. Если вам понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал, постараюсь снять себя, что получится, то получится. Очень неудобно на зеркалку снимать, ну, как есть, так есть. Все, дорогие мои, лайк, подписка, удачи, пока-пока.